С вами телепрограмма научно-охотники на муравьёв. С вами телеканал Гоблинград. Так меня раньше звали. Эльфинград. Моё былое имя. Я... Гоблингор. Я вернулся к вам. В решающий час. Сегодня мы будем искать маток. Ну что, мне кажется, настало время обсудить, как там Эльфинград поживает, что с муравьями и с каналом вообще. По-моему, этот муравей совсем обленился. Видосов не пилит, новостей нет. Знаем мы уже одного такого. Итак, настало время разложить всё по полочкам. Первый слух, который ходит, то, что он съел всех муравьёв. Отчасти это так. Но, прошу не путать, есть небольшая разница между муравейником и муравьями, но эта тема в будущем обязательно раскроется более подробно. Так что, вот так. Второй слух, то, что это муравьи съели Гоблингорда. Отчасти это правда, но, опять же, не совсем, потому что, как мы знаем, эльфингорд это муравьиный лев, а муравьи не могут съесть муравьиного льва. Существуют, конечно, некоторые исключения, если на это повлияет сам муравьиный бог. Но, мне кажется, в этом частном случае всё намного проще. Вообще, мир стал намного проще. Если кто-то сначала заморачивался над действительно годным контентом, то потом, рано или поздно, всё равно перешёл на наше любимое. Опять же, я ни на что не намекаю. Вообще, жизнь состоит из определённых циклов. Каждый фрагмент рано или поздно подходит к концу, заменяется новым и так далее. В принципе, на этом ролик. Можно заканчивать. Ставьте дизлайки, отписывайтесь. Поддержите канал отпиской. Ладно, мирмикиперство умерло, но эльфингорд же пытался первое время как-то поддерживать актив. Выпускал новые видосы, хоть периодичность их, конечно, пугала. А потом чё? А потом влоги пошли? Наблюдая за творчеством определённых киперов, можно выделить некоторые схожести. Они все поднялись до определённого уровня, ну а потом по каким-то причинам перестали выпускать видосы. Кто-то из них возвращается, выпускает 2-3 видоса, ну а потом снова в спячку. Ой, извиняюсь, не в спячку, в диапаузу. Я не хочу сейчас заниматься перетиранием, кто почему и что бросил, потому что, во-первых, видос на эту тему уже был, хоть он, ну, такой, такой себе. Не полностью раскрывать проблему, но, в общем-то, и так все всё понимают, поэтому зачем раскрывать эту проблему. Мой же канал никогда чётко не позиционировался на муравьях, то есть я снимал на разные темы. Вообще, если кто помнит, всё начиналось с Клэша. Ну ладно, в какой-то момент всё-таки над муравьями начали преобладать другие ролики, влоги или как их можно назвать. В любом случае, популярностью среди мирмикиперов они не пользовались и актив на канале резко упал. И даже несмотря на это, я был всё равно сильно заинтересован в том, чтобы смонтировать эти ролики, потому что они останутся, это какие-то воспоминания из жизни, которых будет потом просто интересно пересмотреть. В то же время, контент для муравьёв требовал свежих идей, новое оборудование, потому что снимать на старый телефон был уже совсем зашкваром. Могу в пример привести канал Friendly Uns, который начинал свою деятельность прямо на моих глазах. Когда я на него подписался, у него подписчиков было штук 50-60. Его контент мне сразу понравился, да и автор часто выпускал ролики, а качество их постоянно росло. Когда аудитория Friendly Uns значительно превысила мою, я в принципе и не удивился, это было и сразу понятно. Владос постоянно запаривался над контентом, приобретал новые виды муравьёв, купил микрофон и даже начал делать свои фермы в Корле. Чё сказать, красавчик, рекомендую канал Friendly Uns, подписывайтесь. В то же время я также хотел расширять качество своего контента, но возможностей не было. Тем более, там уже лето, поступление было совсем не до этого. Вот пришло определённое количество времени и я решил заняться музыкой. Не битами, а музыкой, да. Для этого мне понадобились инструменты, а также оборудование, в частности микрофон. Ну, музыка ж не ютуб, на неё деньги можно и потратить. На фоне этого ролика вы, кстати, можете наблюдать одно из моих первых творений. В итоге сижу я сейчас и думаю, микрофон есть, комп есть, почему бы ролик не запилить? Вот, пилю. Ну и если вы досмотрели до этого момента, значит вам явно интересно услышать ответ на вопрос. Чё слышно с будущим канала? Дело в том, что мне было бы интересно освещать тематику муравьёв. Но пока хочется всё-таки сконцентрироваться больше на музыкальной тематике. Попробовать себя там. Для этого нужна какая-то платформа. И здесь я безоговорочно выбираю YouTube. Также я знаю, что есть зрители, которые смотрят меня не только из-за муравьёв, а потому что им, в принципе, интересно следить за мной и моим творчеством. И тут возникает вопрос, создавать ли новый канал для музыки или продолжать всё делать здесь? Это довольно важный шаг, и поэтому в первую очередь я спрашиваю вас, тех, кто будет или не будет смотреть. Вообще это довольно круто, когда зрители смотрят ютубера не из-за того, что он снимает определённый вид контента, а потому что он им нравится как личность и как ютубер. Поэтому как-то вот так. Спасибо всем, кто смотрел наше похождения в поисках всяких мурашей. Можем в следующем видео покажем методику ловления муравьёв на своё очко. Ставьте дизлайки, отписывайтесь. Поддержите канал отпиской. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»!